Артефакты Древней Индии. Технологии резьбы по камню. Резьба по камню в Индии. Резьба один из древнейших видов художественной обработки. История этого ремесла просматривается на протяжении всего существования человечества. В Индии этот древнейший вид прикладного искусства имеет тысячелетнюю историю и свои собственные уникальные традиции. Во множестве видов и направления индийского прикладного искусства резьба по камню выделяется особой сложностью и утонченным изяществом. Индия одно из немногих мест мира, где на протяжении всей истории резьба по камню была традиционным ремеслом. Веками оттачиваемое местными зодчими мастерство достигло здесь своего совершенства и непревзойденности. Огромную известность этому виду искусства принесли выразительность форм архитектуры и скульптур, исполненных в различных стилях. Несмотря на широкое использование металла и других материалов, камень по-прежнему популярен. Разнообразие камня в природе, включающие многообразность цвета, фактуры и плотности, предоставляют мастерам-резчикам множество вариантов исполнения своих произведений. Мягкий материал, такой как пемза, известняк, туф, а также мыльный камень талькхлорид позволяют с легкостью придавать материалу любую форму. Метаморфические породы, такие как базальт и гранит требуют особых усилий, связанных с доставкой материала наличием абразивов и особо прочных инструментов, созданных из сплава вольфрама. Обычные железные инструменты используются для резьбы по мрамору, а также известняку. Наряду с этим, в Индии не менее знаменито искусство резьбы на драгоценных камнях глиптика. Исторические факты говорят, что резьба по камню, как вид искусства стала интенсивно развиваться в период правления династии Маурьев с 322 по 185 года до н.э. Магадха, территория современного Бехара, являясь средоточием империи Маурьев, стала центром развития резьбы по камню, о чем свидетельствуют многочисленные архитектурные памятники. Эпоха Маурьев знаменита своими достижениями в области искусства, культуры, архитектуры и литературы, особенно со времен правления императора Ашоки. Одним из особых памятников архитектурного искусства того периода является ступа-куполообразное сооружение, построенное из кирпича и камня, в стенах которого хранятся священные реликвии. Доказательством архитектурного величия того времени является Великая ступа в Санче, Матхе Прадеж, возведенная Ашакой. Ее высота составляет 16 метров. Она окружена резной стеной с четырьмя входами, увенчанными арками, называемыми тараном. Каждая из таран украшена прекрасной резьбой, изображающей эпизоды из жизни Будды. Еще одним памятником архитектурного искусства периода Империи Маурьев является пилар-монолитная гладкая колонна 15 метров высотой, которую венчает лотосовая капители. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok